Все книги небесные, это каляму Аллах, это речь Аллаха. «Ва джа'ал Аллаху л-кур'ан мислю кутубы самовыя куллаха». Но однако Кур'ан Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, сделал подобно всем книгам. То есть, если одна книга, например, в ней что-то есть, например, в Торе, в Инджилии что-то другое, там чем-то отличается, да, какие-то законы и так далее, чего-то там недостаточно, того, чего не было, например, там есть то, чего не было в Торе, или наоборот, но в Кур'ане все есть. То есть, один Кур'ан подобно всем небесным книгам. «Джами' куллю ма фихи минал-ивр вольфа ваит». В Кур'ане все собрано, все примеры и все пользы. Поэтому Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, описывал Кур'ан, сказал «Мусанни калли ма дайна ядейхи минал китаби ва мухайминан алейх». Кур'ан подтверждает все, что было сказано до этого в книгах. И также «Мухайминан алейх». То есть, разъясняет и дополнение еще помимо этого. То есть, все, что было в предыдущих писаниях в Кур'ане есть, и плюс еще новые законы. «И также Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал пророку Мухаммаду, Субхану Ва Тааля, сказал «И вот сказал посланник Мухаммад, Салаллаху Алейхи Ва Салям, «Я Рабби, о мой Господь, поистине мой народ отдалился от Кур'ана, оставил Кур'ан». То есть, так же, как отдалился во времена посланника Аллаха, Салаллаху Алейхи Ва Салям, народ от Кур'ана, к сожалению, в сегодняшний день тоже люди отдалились от Кур'ана. И из числа мусульман, то есть, не хотят изучать Кур'ан. Даже на примере, если смотришь, сколько людей хотели научиться Кур'ан, каждый год он начинает, у него не получается там, или там один-два урока пропустил, все оставил, забыл, у меня дела не получаются и так далее. Потом на следующий год опять возвращается этот человек и говорит, опять хочу научиться. С нуля опять начинает, походит несколько занятий, опять оставляет и так далее. Субханалу, нет у него такого стремления, желания. У меня один близкий брат, хотелось поделить с вами, да. Аллах, Субхану Ат-А'ля, ему дал большого такого положения, вообще, аль-хамдуля, из-за риска, Аллах, Субхану Ат-А'ля, ему дал много риска, Аллах ему дал много, большой удел, у него там свои заводы, нефтяные компании, два своих самолета есть, да, то есть, аль-хамдуля, Аллах, Субхану Ат-А'ля, мне много что дал, он читает Куран, нараспев, читает пять раз в день намаз. Но он быстро научился и четко с таджвидом много изучает, он уже ему под 60 лет уже ему сейчас. И он, когда ходил, я даже сам помню, субханаллах, он приходил ко мне на урок в мечеть, например, мы с ним договаривались, так, во сколько, например, там скажем, в три часа, он говорит, а можно без пяти-три? То есть смотрите, как пунктуально относился к этому. То есть у нас урок, если был час, можно без пяти-три, потому что у меня там потом встреча, там еще что-то. Один раз было, субханаллах, и такое, я ему звоню, говорю, вы где? Он говорит, все-все-все, как говорит, я иду, тут пробка большая, я машину бросил, я, говорит, сейчас бегу через дорогу, там, на Минской, бегу и к вам сейчас приду. Сильный ливен на улице, он с своим охранником бежит, там, зонтиком его держит, он бежит быстро-быстро, чтобы успеть на Куран уже ему за 50 лет. И он, ам-хамдуллер, он учился. И когда я ему задал вопрос, маше Аллах, говорю, вы, многие молодые, как бы, не могут, как бы, устоять, то есть начинает, оставляет, говорю, вы, как бы, у вас только дел, там, да, как бы, там, бизнес, другие дела, то есть как вы, вот, маше Аллах, как бы, так усердие делали. Он говорит, а я, вот эти вот слова, субханаллах, пусть каждый из нас возьмет, он говорит, я, говорит, на урок Кур'ана ходил, как на встречу с Аллахом. То есть я понимал, что Кур'ан это обращение к Аллаху. Я понимал, для чего я хочу изучить этот Кур'ан, чтобы читать обращение Аллаха. И он мне говорит, как я могу поменять встречу с Аллахом на встречу с каким-то там бизнесменом, олигархом или каким-то там министром и так далее. Как я могу поменять встречу с Аллахом? И это даёт, это для меня дало сильное такое задуматься. Поэтому он говорит, я говорю, что сделал? Обычно как? Вот, к сожалению, бывает. Ну давай там, например, Кур'ан. Брат, всё, я готов учиться. Но вот в это время у меня там встреча, в то время у меня там. И он какое-то вот смотрит время для Кур'ана, чтобы найти потом и то, когда наступает это время, брат, всё, наверное, не получит. Извините это. А это человек. И вообще, как должен быть мусульманин все свои остальные встречи подгонять под урок Кур'ана. Не Кур'ан подгонять, а остальные все встречи под это подгонять. Тогда научится, инчалу. Он должен понимать, что это не игрушки, это речь Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Посмотрите, мы сейчас с вами прочитали, как он возвышен, тот, кто с Кур'аном, тот, кто читает Кур'ан. Для чего мы вот это вот сейчас, перед тем, как начинать, инчалу, братья и сёстры, в Тафтир зайти, почему вот это вот тамгид, вот это вот как бы вступление мы с вами каждый день разбираем, дабы понять величие Кур'ана. Дабы понять величие Кур'ана. И как преуспел тот человек, который вместе с Кур'аном. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, все дела решает. Если человек будет этой дунией занят, постоянно думать об этом, как сказал Пророк Мухаммад, у него будет столько дел, он не сможет избавиться от этих дел. Но если у человека будет оставная цель, это вечность, то эта дуния придет к нему рагами. То есть это она и к нему придет, сделает поклон этому человеку. То есть, так скажем, преклониться перед этим человеком. Риск наш с вами никуда не уйдет от нас, в Аллахе. Но мы должны цель с вами устраивать, сделать, поставить, то есть цель и идти к этому, иншаллах. Фаиды азамта фитаваккал аля аля Аллах. Если ты намерился, то если ты поставил цель, то полагайся на Аллаху. Субхану Ва Та'Аля. Поэтому, когда задают вопрос, как изучать Кур'ан, а вот что там, а вдруг получится, вдруг не получится. В Аллахе, у нас братья есть, которые пять лет подряд приходят и так и не научились. А есть братья, которые, альхамду лилля, там два месяца походили, четко читают Кур'ан. То есть цель поставить нужно. И говоришь, то есть если у тебя столько вопросов и первый же урок и начинается, то ты не научишься. Как говорят ученые, три вида людей никогда не получат знания. Это тот человек, у которого нету сабра, у которого нету терпения, быстро все хочет. Сегодняшний день пришел, он ведь не знает, хочет стать хафидом. Он не получит знания. Все должно быть через обучение приходит постепенно. И также терпение через тасабр, когда ты много проявляешь его в тех или иных ситуациях, к тебе приходит потом это терпение. Второй вид людей, которые не получат знания, аль-мустахи, которые стесняются задать вопрос. Почему? То есть стесняются вопросы. Вдруг скажут, как раньше помните, когда мы сидели в школе или в университете, стеснялись спросить, а что там мои коллеги подумают, что я не знаю. Вот этот человек не получит знания. Не нужно стесняться задавать вопрос. Говорит, Аллах не стесняется истины. И третий вид людей не получит знания мутакаббир, высокомерное. А что я буду там спрашивать, кто он там такой, чтобы он спрашивает. Вот эти три вида людей никогда не получат знания. Поэтому на сегодняшний день тоже отдалились люди от Курана, оставили Куран, оставили Куран на второй план. Сидят в сегодняшний день много времени проводят за интернетом, за телевизором, разговаривают, там ненужные беседы, которые не приносят пользу иной ни в Дунья, ни в Ахир. Ладно бы, если эта польза была бы от беседы в Дунья. Ну, даже в Дунья не приносит никакой пользы.